Я, наверное, рад, что у нас еще есть второй матч, что мы должны также собраться вместе, сплоченно провести вторую игру. Еще ничего не решено. Я считаю, что мы сегодня показали хорошую игру, каждый полностью молодец, но не надо расслабляться, надо собраться. И когда у нас 12-го числа игра ответная, и показать, на что мы способны еще раз. А пенальти в самом начале второго тайма, как повлияло на игру Кумана? Ну, как говорится, когда я выход из раздевалки, должна быть полная концентрация. У нас, видимо, ее не хватило немножко в начале. Но, честно, я посмотрел на ребят и понял, что никто нос не повесил, что мы должны были собраться, дожать. И то, что и произошло, мы заработали такой же пенальти. Поэтому, я считаю, все закономерно. Казалось, что после пропущенного мяча команда немного подсела. Какой отрезок тебе больше всего запомнился и был самым сложным в этой игре? Ну, самые сложные были, наверное, как всегда, первые и последние минуты. То есть должна быть полная концентрация. Вообще всю игру, но это как считается, что ты должен быть сконцентрирован на 200%. Запомнился тот момент, наверное, когда мы забили гол. Это самый такой яркий момент. И как тебе стадион, как тебе качество покрытия? Ну, я не люблю играть на искусственных полях, честно. У меня тогда начинаются проблемы кое-какие, поэтому... Ну, а так стадион хороший, я считаю, что такой компактный. Это же то, что надо для футбола. Если бы еще было натуральное поле и погода хорошая, поэтому... Ну, мне игра понравилась, так скажу. Даже несмотря на то, что это искусственное поле. А как настроение в раздевалке? Все-таки 1-1 это больше плюс, это... Ну, конечно, да, в гостях мы зацепили, можно сказать, ничью. Поэтому дома будет, я не скажу, что легче будет, еще тяжелее. Поэтому будем готовиться. Я надеюсь, у нас все получится, и мы пройдем дальше.